Процесс, вы задали вопрос, он объективный, вообще процесс нода национально-освоительного движения и борьбы любого народа объективен, то есть проиграл, потерпел, начинаешь восстанавливать суверенитет, по крайней мере, пытаешься. Вот мы сегодня переходим в объективную фазу сознательного восстановления суверенитета на всех уровнях, и на уровне там, где может президент влиять на ситуацию, и на уровне народа, но без народа этот процесс никогда не реализуем, то есть невозможно эту проблему решить без национальной безнародной поддержки, просто чтобы не было тоже никаких сомнений. А вот формы поддержки могут быть разные, для кого-то уличные, для кого-то профессиональные, как для журналистов, для кого-то как для госслужащих, значит, госслужащие понимают, что они работают на оккупанта, но они даже работают на оккупанта, вот как бургомистры, бывают бургомистры за партизана, бывают бургомистры за оккупантов тоже, но вот которые бургомистры за партизана, они тоже не орут на всех углах, я за партизан, я за партизан, но как-то там тихонько им помогает, вот для чиновников сейчас это актуально, тихонько помогать национально-освоительному движению. Ну хорошо, коли мы заговорили, а вы говорите национальное, я говорю народное освободительное движение. Это одно и то же. Но я вам скажу, в чем, на мой взгляд, разница. На самом деле, разница несущественная. Нация – это организованный народ. То есть, это народ, у которого есть определенная иерархия культурная, идеологическая, организационная. То есть, все-таки, у нас есть национальное государство, оно работает на оккупанта, но оно есть. Поэтому нам, как говорится, народное освободительное движение проводить не с чистого листа, а поэтому его все-таки можно поднять на ступеньку выше и назвать национальное освободительное. Ну хорошо, вы так считаете. Народное освободительное движение, национальное освободительное движение. Вот вы, например, с Николаем Викторовичем Стариковым, можно сказать, соратники, да? Сто процентов. Да, в одном направлении движетесь, одно и то же продвигаетесь. Да, вместе работаем по конкретным делам. Да, Николай Викторович приносит вам законы, вы их выносите в государственный дух. Откровенно подготовленные командой Старикова законы мы вносим, не поменяв там ничего, кроме юридической и юридической правки. А почему же тогда получается такой разнобой в уличных каких-то мероприятиях? То есть вы устраиваете свое мероприятие с флагами, демонстрацию, битинг, туда не выходит, так скажем, партия Старикова? Почему? Иногда выходит, иногда нет. Иногда выходит, иногда не выходит. Нет, в регионах выходит очень часто. Давайте честно скажем, мы все играем на оккупационном иностранном поле, в том числе все партии. То есть любая партия, которая в России создается, это степень компромисса с оккупантом. Большая или меньшая, это немножко другой вопрос. Причем чем партия сильнее становится, разрастается, тем степень компромисса становится больше. Потому что она появляется, попадает в зону большей уязвимости перед американской внешнеоккупационной машиной. Прежде всего по финансированию, потому что крупная партия без денег не может существовать. Ну и даже на уровне регистрационных процессов. Агентов очень много в разных органах власти, и в юридической системе, и на местах, и так далее. Поэтому даже здесь уже приходится, то что называется, компромиссничать, адаптироваться. Поэтому наша система национально-советительное движение, она вообще вне партийный характер носит. Нам не важно какая партия. То есть вообще национально-советительное движение, вот сегодня мы создали 200 штабов. Но в принципе мы их создали, потому что другие не создали. Но если рядом появится кто-то, кто тоже будет создавать штабы, мы будем только рады. Потому что процесс национально-советительное движение не есть процесс власти. Это и есть процесс народного освобождения. Следовательно, он формируется, у него главное звено конкретный человек. То есть конкретный человек, который принимает решение, что он лично не хочет жить в колонии. Он лично не хочет быть рабом и халуем. И он лично принимает решение личного участия в процессе национально-советительной борьбы. Дальше он, переговорив с кем-то, создает этот штаб. То есть это движение снизу вверх. Партийного элемента здесь нет вообще, если вы обратили на это внимание. То есть штабы формируются снизу. То, что элемент работы этих штабов – уличная активность. Митинги, демонстрации и так далее. Кроме того, на штабы сейчас накладывается очень важная функция юридической борьбы. Эта функция позволяет использовать людей, которые боятся или не хотят по какой-то причине выйти на улицу, но которые имеют грамотность, чтобы повлиять на процесс. Например, у нас треть субъектов Российской Федерации содержит прямо норму о том, что их уставы и Конституции содержат норму о том, что они должны выполнять иностранные указания. Не подписаны ни России, ни этими субъектами, тем более. Россия оккупирована. Еще и субъект дважды оккупирован, потому что и этот субъект признает внешнее управление и внешнюю оккупацию. Конкретно. Вообще, для меня странно. Почему какая-то там часть Российской Федерации имеет свою собственную конституцию? Это другой вопрос. Это вообще общая архитектура оккупированного государства. Это другая немножко история. Мы пока до них не добираемся, потому что это отдельная сложная вещь. Но в конкретном ключе, с точнее борьбы конкретных людей, вот он живет в этом городе, он смотрит, ага, не только страна признает себя статус колонии, но и этот, допустим, край или область считает, что она является отдельно оккупированной территорией иностранного государства. И прописал это в уставе. Соответственно, там возникает для наших штабов еще возможность самостоятельной борьбы на уровне субъекта. То есть, произменять этот устав, уходить от этих должностей, как Гитлер называл бургомистрами, значит, англичане называют там мэрами, сити-менеджерами. Это тоже решение регионального уровня. То есть, у нас появляется у НОДа не только уличная компонента, но и юридическая, правовая компонента. То есть, специалисты, депутаты, чиновники, которые, ну, вряд ли на улицу пойдет чиновник. Мы просто это, наверное, даже, мы не должны этого ожидать. Но вот повлиять на закон он уже может. И уже может подключиться. То есть, у нас происходит трансформация штабов, вот чисто уличных, как они создавались, в правовую систему этого субъекта. И в целом это называется правовая система Российской Федерации. И центральный штаб НОДа – это не штаб, который создает кого-то. Это штаб, исполняющий решения и координирующий только работу региональных НОДов, то есть региональных штабов. То есть, вот установка центрального штаба только в одном – помогать региональным штабам вести свою освободительную деятельность. Вот задача центрального штаба. То есть, власть для него, как бы, управленческий импульс идет снизу, а не сверху. Вот это отличие этой всей системы от партийного строительства. Ну, то есть, не ждать приказа сверху, да? Это личная позиция человека. А человек сам решает, чем ему заниматься. Кроме того, вы не забывайте, сама партийная система, поскольку она создана оккупантами, она сама по себе фикция. Если кто-то думает, что он через партийную систему что-то поменяет, вот так я, как человек, который в партийных и законодательных вещах работаю 20 лет, с разных сторон, причем из законодательной и исполнительной власти, скажу, что это фикция. Эти люди просто не понимают машину, да? То есть, они не разобрались еще в этой машине, и правильно, потому что, чтобы не разобраться, надо иметь опыт работы с ней. Нету такой. То есть, партия – это просто приводные ремни внешнего управления. Понимают они или не понимают – это второй вопрос. Мы очень хорошо вот эту анатомию работу партии сейчас видим на примере Украины, когда все партии на Украине выступают против украинского народа, и партия регионов тоже, только она как бы более в мягких тонах, да? Вот обратите внимание, с одной стороны, Майдан организованный тремя партиями думскими, то есть парламентскими, а с другой стороны, только коммунисты в этом не участвуют, которые составляют десятую часть парламента приблизительно. Партия регионов тоже за... Продолжение следует... Продолжение следует...